На канале РТВ и Международной новости в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации примет решение о том, следует ли новой администрации Белого дома предпринимать какие-либо меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Об этом заявила ближайшая помощница миллиардера Кэллиан Конуэй в интервью теле компании NBC. При этом, по словам Конуэй, Трампу нет необходимости одновременно налаживать отношения с Москвой и пытаться ее наказать. Все зависит от конкретного вопроса, подчеркнула помощница 45-го президента. Все говорят, что единовременно в США должен быть только один президент. Когда он станет президентом после 20 января, он встретится со своей командой по безопасности и разведке. И в качестве президента примет решение о том, что нужно сделать. В частности, мистер Трамп приветствовал бы сотрудничество с Москвой в борьбе против террористической группировки «Исламское государство». Я напомню, в декабре прошлого года Вашингтон на основании якобы причастности России к кибератакам объявил о введении санкций, которые коснулись ряда российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и объявили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей страничке в Фейсбуке прокомментировала информацию, представленную в докладе разведки США о якобы вмешательстве русских хакеров в процесс выборов американского президента. Мне кажется, русские хакеры, если что-то и взломали в Америке, то это две вещи – мозг Обами и, конечно, сам доклад о русских хакерах. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разочарованы отчетом спецслужб США о якобы причастности Владимира Путина к кибератакам, добавив, что в докладе нет ничего, что стоило бы детально читать, обвинения вызывают у Москвы серьезную усталость, а сама ситуация похожа на охоту на ведьм. Это были цитаты Пескова. На минувшей неделе американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором утверждается, что в 2016 году президент России Владимир Путин якобы создал специальную программу по оказанию воздействия на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от демократической партии Хиллари Клинтона держать на выборах победу. Совет безопасности ООН осудил таракт в Иерусалиме, жертвами которого стали четверо израильских военнослужащих. В специальном письменном заявлении члены Совбеза выразили соболезнования правительству и народу Израиля, а также подчеркнули необходимость привлечения к правосудию виновных в нападении. Как говорится в документе, терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз для мира и безопасности на планете. Члены Совбеза также указали странам на необходимость борьбы с ним всеми средствами и с уважением международного права. Я напомню, накануне в Иерусалиме грузовик въехал в толпу людей. Четыре человека погибли, еще 15 пострадали. В настоящее время в больницах остаются пять пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое. Сидевший за рулем транспортного средства человек был ликвидирован. Вскоре после нападения постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон обратился к Совбезу и генеральному секретарю организации с просьбой немедленно осудить действия террористов. При этом дипломат выразил убежденность в том, что случившееся стало следствием палестинского подстрекательства. Об угрозах глобального терроризма говорил сегодня и президент Израиля. Ревен Ривлин прибыл с официальным визитом в Грузию. Глава еврейского государства встретился с высшим руководством южнокавказской страны и обсудил вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, туризма, культуры и безопасности. Ревен Ривлин приехал в Тбилиси по приглашению своего коллеги Георгия Маргвилашвили. В Тбилиси и Иерусалиме заявляют, что особые отношения между двумя странами во многом продиктованы тем, что в Грузии в течение 26 веков проживает еврейская община, а также важной ролью грузинских евреев в жизни Израиля. Воскресный теракт в Иерусалиме Тбилиси жестко осудил. Терроризм никогда не победит. Он лишь усилит нашу верность Иерусалиму и нашей вере. Иерусалим – это город, где мы скорбим о молодых мужчинах и женщинах, жертвах терроризма. Терроризм никогда не победит. Сегодня я нахожусь в Грузии, чтобы вместе с грузинской стороной отметить 25-летие дипломатических отношений между Грузией и Израилем. Но дружба между двумя нашими странами имеет гораздо более долгую историю. Я жду, что в ходе визита больше узнаю о вашей стране и о том, как можно еще более углубить дружбу и сотрудничество. Я ценю те дискуссии, которые у нас были сегодня, и с нетерпением жду остальных встреч. Мы многого достигли благодаря совместной работе, и я верю, что можем достигнуть большего. Оскароносная голливудская актриса Мэрил Стрип в ходе торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» напомнила, как в 2015 году Дональд Трамп передразнил репортера-инвалида «Нью-Йорк Таймс». Это был момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями того, кого он превосходит в привилегиях власти и способности дать отпор, заявила Стрип и добавила, что этот поступок ошеломил ее. По мнению актрисы, инстинкт унижать, демонстрируемый влиятельным человеком в какой-то мере, дает разрешение другим людям делать то же самое. Это в некотором роде разбило мне сердце, и я все еще не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино, это была реальность. Когда власть имущие используют свое положение для того, чтобы насмехаться над другими, мы все оказываемся в проигрыше. Нам нужно, чтобы пресса придерживалась твердых принципов, заставляла власть и держать ответ, вызывала их на ковер за каждый возмутительный поступок. Именно поэтому отцы-основатели нашего государства закрепили принципы свободы прессы в Конституции. У меня на этом все. Следите за развитием событий на канале РТВА и у моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова